14 октября исполняется 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, художника-баталиста, картины которого отражают не только героизм и мужество воинов, но и отвратительную сторону войны с горами трупов, страданиями и бесконечной болью. Василий Верещагин – художник легендарной судьбы и славы. Центральная городская библиотека им. Ломоносова подготовила видеопрезентацию к юбилею художника. Родец Василий Верещагин в 1842 году в Череповце, многодетной обеспеченной семье. Художником он мечтал стать с детства. Отец, спросив воли мальчика, отправил его в кадетский корпус. Корпус терпеть не мог, вспоминал художник. Товарищество только выносил, как необходимое зло, но никогда не любил его искренне. Закал, дух и прочее противно до сих пор, как огульное, резкое, ложное. Однако, обучаясь в корпусе, Верещагин на парусных судах посетил Данию, Францию, Англию. Еще во время учебы проявилась его способность к живописи. Он посещал рисовальную школу, знакомился с художниками. После выхода из кадетского корпуса Верещагин опять же против воли родителей в 1860 году поступил в академию художеств, где учился до 1863 года. Учился успешно, но за организованность в академии, прелонение перед авторитетами его сковывали. Вообще, Верещагин отличался своеобразием характера. Человек, обостренного до болезненности и чувства достоинства, он более всего боялся потери независимости. Никогда не писал по заказу, не склонялся на просьбы и увещевания. Исходили ли они от властей, от критики или от публики. Он не искал поддержки властимущих. Вообще избегал писания и говорения с важными людьми, поскольку знал за собой особенность быть дерзким и даже грубым против воли. А рисовать хотел только то, что видел сам. Покинув академию в 1863 году, Василий Верещагин отправился в кавказское путешествие. Ему захотелось на волю посмотреть, увидеть собственными глазами незнакомые, дикие и еще малоизведанные края. Здесь он останавливался сначала в городе Шуши, в Нагорном Карабахе, наблюдал за жизнью местных народов, изучал их обряды, традиции, писал этюды. На Кавказе он прожил больше года, путешествуя с свободным художником, делая зарисовки и с любопытством наблюдая местные нравы. Нагайские степи, калмыцкие кочевья, грузинские и армянские селения. Что только не прошло за это время перед его пытливым взором. Творчество Верещагина исследователи подразделяют на серии, поскольку подавляющее большинство болотен написано им на основе конкретных выездных экспедиций или же специально выбранных тем. Небольшая кавказская серия принесла Верещагину первый полноценный опыт. Через год в 1864 году учебу свою юноша продолжил в Парижской академии изящных искусств, мастерской живописства Жанна Леона Жерома, авторитетного представителя академизма или помпейского стиля. Занятия, два путешествия по Кавказу, лето проведенное дома, заполнены не только три учебных года, но и походные альбомы молодого человека. Однако советы Жерома копировать мастеров в Лувре были бесполезны, ибо его русский ученик хотел воспроизводить лишь то, что видел, слышал и что лично его интересовало. Потом еще раз съездил на Кавказ. В академию Верещагин вернулся весной 1866 года и официально завершил учение. В 1867 году Василий Верещагин поступил на службу к туркестанскому генерал-губернатору Константину фон Кауфману, штатным художником в чине прапорщика. За 1867-1870 годы Верещагин дважды побывал в Туркестане, принимал участие в военных действиях. Возвращаясь через казахские степи Сибирь, собирал свою многочисленную этнографическую коллекцию, писал этюды, путевые заметки. Он прибыл в Самарканд в мае 1868 года. Вскоре крепость с русскими войсками оказалась в осаде. Восстали местные жители. Верещагин участвовал в битве с бухарцами и даже получил орден святого Георгия IV класса за отвагу. Живопись и графику, повезенные из Туркестана, художник представил в 1869 году в Санкт-Петербурге. Большинство работ были выполнены в этюдной манере. Благодаря картинам Верещагина посетители увидели неизвестную им Среднюю Азию, невольничий рынок, нищих опи-моедов и женщин с головы до ног, укрытых одеяниями. После окончания выставки в столице Верещагин снова поехал в Туркестан. На этот раз художник совершил путешествие по Семеречию и Западному Китаю. Среди произведений Верещагина, посвященных Семеречию и Киргизии, богатый киргизский охотник с соколом, виды горы близ станции Лепсинской, долины реки Чу, озера Иссыкуль, снежных вершин Киргизского хребта. Пять этюдов Верещагин создал в горах близ Иссыкуля. Ярчайший из них – переход Барскаун. Всего в туркестанскую Сирию вошли 13 полотен, 81 этюд и 133 рисунка. В то время в Западном Китае войска Багдыхана усмиряли Дунган, китайских мусульман, поднявших восстание в провинции Шэнси еще семь лет назад. Чуть позже Дунганский мятеж охватил и Куджинский край. На улицах Новой Куджи, Хуэн Юэн Чин и Чугучага лежали горы пепла и груды человеческих костей. Верещагин с горечью рисовал развалины местных городов. Известная картина «Апофеоз войны» была создана под впечатлением рассказа о том, как деспот Кашгара Валихан Таре казнил европейского путешественника и приказал его голову положить на вершину пирамиды, сложенной из черепов других казненных людей. Она датирована 1871 годом, хранится в государственной Третьяковской галереи. На раме надпись «Посвящается всем великим завоевателям, прошлым, настоящим, будущим». С конца 1870 года Верещагин поселяется в тихом, жившей интересной культурной жизнью в Мюнхене, потому что в Петербурге возникло опасение превратиться в обыкновенного придворного баталиста. Пришло время рассказать просто, понятно и откровенно то, чему был свидетелем. В Мюнхене он познакомился с Елизабет Фишердит, которая стала его женой. Елизабет была младше Верещагина, которому к тому времени было около 30, в два раза. Ей был только 16-й год. И кроме того, в Мюнхене работают два русских крупных художника-баталиста. Обрусевшие немцы Александр Кацебу, младший брат знаменитого мореплатователя Отто Кацебу и Теодор Горшельд, или Федор Федорович, как звали его в России. В мастерской своего друга Теодора Горшельда художник написал свои восточные картины «Богатого киркизского охотника с соколом», «Двери Томерлана», серию батальных сцен «Варвары» и другие работы. Он просто воспользовался его мастерской по приглашению. В 1873 году художник устроил персональную выставку своих туркестанских произведений в Фрустальном дворце в Лондоне. Весной 1874 года состоялась выставка в Петербурге. После этой выставки Верещагина обвинили в антипатриотизме и сочувствии к врагу. Лично ознакомившись с полотнами Верещагина, император Александр II по официальной записи очень резко выразил свое неудовлетворение. И великий князь Александр Александрович, будущий император Александр III, так выразил свое мнение художники. Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию и можно по ним заключить одно – либо Верещагин скотина или совершенно помешанный человек. Однако это не помешало через месяц императорской академии художников присвоить Верещагину звание профессора, от которого Верещагин отказался. Возвращаясь памятью к испытаниям, выпавшим на его долю в Самарканде, Верещагин пишет как бы новый вариант своей созданной двумя годами ранее картины «После неудачи». Та же крепостная стена. Атака бухарцев захлебнулась. В крепостном дворе под ножей стены лежат погибшие защитники крепости. Картину «После удачи» многие известные критики попросту не смогли принять. Уже тогда половина тем русских живописцев была дикой для цивилизованного мира. Как можно поверить, что где-то остались бестушные головорезы, готовые убить лишь за признак добычи? Про то, почему данные персонажи смотрят на голову убитого с таким негласным превосходством и что они думают на самом деле, можно только догадываться. Однако в большинстве случаев такие охотники за трупами искали ценные зубы, так как их можно было спокойно продать на береге. Но именно эта реальность виделась воину, который готов был убивать именно такого врага. Что расправляется с телами дебютара-варящей, при этом оценивая их на предмет ценных вещей? Даже голову можно было выгодно подрать, только нужно знать кому. Война, изображенная на полотне, названным художником у крепостной стены вошли, увидена глазами рядового солдата, лишь недавно ожесточенно бившегося с врагом и оставшегося в живых, в отличие от большинства его боевых товарищей. В дополнение рассказа о первой масштабной выставке Вещагина в Санкт-Петербурге в мае 1874 году, надо сказать, что тогда от желающих увидеть картины не было отбоя. Весь тираж каталогов выставки, 30 тысяч экземпляров, раскупили. Художник обвинили в антипатриотизме, сочувствии к врагу. Картины забыты, окружили-преследуют, в городской стены вошли, вызвали раздраженное и даже резкое осуждение императора Александра Освободителя, то есть Александра II. Во время осмотра выставки государь-император молча слушал пояснения сопровождавшего его автора картин. Внимательно изучив полотно забытый и некоторые другие, он резко заявил художнику, в моей армии таких случаев быть не могло и не может быть. И указывая на картину забытый, добавил, картина неправдивая в отношении туркестанских войск. После выставки художник сжег эти картины. Иван Крамской назвал серию успехом русской школы, а Павел Третьяков приобрел весь туркестанский цикл за большие деньги 97 тысяч рублей. Не дожидаясь закрытия выставки, Верещагин вместе с женой отправился в Индию. Он дважды побывал в этой далекой стране в 1874-76 годах и в 1882-1883. Супруги посетили Бомбей, Джайпур, Дели, Агру, область Ладак, Кашмир. Три месяца путешествовали по восточным Гималаям. Путешествие было сложным. Художник принес малярию, а у Элизабет Фишерид во время воскогорных переходов упало зрение. Верещагин писал буддийские храмы и старинные мечети, каменные гробницы и наскальные монастыри. Помимо них в полотно-идийской серии вошли сцены религиозных и опутных церемоний. Жена вела дневник, а позже опубликовала сборник очерки путешествия в Гималайи господина и госпожи Верещагиных. Индийская серия увидела свет только через 4 года на выставке в Петербурге. Художник представил 139 картин и этюдов, 75 из которых купил Павел Третьяков. Плату за вход не брали и за 40 дней экспозицию посетили около 200 тысяч человек. По воспоминаниям современников, в выставочные залы люди пытались пробраться даже через окна. К числу лучших этюдов индийской серии относятся буддийский храм в Дарджилинге, жители западного Тибета, моде Масджит, шемчужная мечеть в Агре, мавзолей Тадж-Махал, посвященная знаменитой усыпальнице на берегу притога Ганга Джамна. Особое место среди картин индийской серии занимает картина «Подавление индийского восстания англичанами» 1884 года. Сипайское восстание в современной историографии «Индийское народное восстание» 1857-1859 годов – первая война Индии за независимость, когда восстанием были охвачены почти все районы страны. Несмотря на поражение восстания, английские колонизаторы были вынуждены изменить свою политику. Британский парламент принял закон о ликвидации Ост-Индской кампании и переходе управления Индией к Англии, а таким образом все жители стали поднанными английской королевы Виктории, впоследствии принявшей титул императрицы Индии. В восстанию Сипаев были посвящены многие литературные произведения. Жюль Верт – образ капитана Немо и «Паровой дом. Путешествия по Северной Индии». Луи Жакалио в «Трущобах Индии». Артур Канандой – «Горбун и знак четырех». Джеймс Гордон Фаррил – «Осада Кришнапура». Джон Мастерс – «Ночные гонцы». Мал Крайтон – «Большое ограбление поезда». Мэри Маргарет Кэй – «Тени луны» и «Далекие шатры». Эмма Выгодская – «Опасный беглец». В 1876 году Василий Верещагин вернулся в Париж. В это время на Балканах всплыла русско-турецкая война с Османской империей. Художник оставил работу над индийскими полотнами и добровольно отправился на фронт. Сам участвовал в боевых стычках под огнем в полевом альбоме «Дело наброски». В июне 1877 года Верещагин получил серьезное ранение. Поле повредило ему бедро. Три месяца он провел в Бухарестском госпитале. После излечения вернулся в строй. Он отказался от наградного золотого оружия, вручаемого за храбрость. Название картины «На ошибке. Все спокойно» взято из донесения русского генерала от пехоты Федора Радецкого. Герой триптиха – часовой, который гибнет от холода на посту. На первой картине он стоит по колено в снегу, на второй – почти по грудь и согнулся от ветра, а на третьей – на его месте изображен сугроб, из которого выглядывает угол шинели и штык. В декабре 1879 года выставка с балканскими работами Верещагина прошла в Париже. Художник после выставки написал еще три картины – «Турецкий госпиталь в плевне», «После атаки и перевязочный пункт под плевной» и «Перед атакой». Русская-турецкая война, по сути, была итогом многоходовой комбинации британского премьера Дизраэля, стремившегося столкнуть лудьбами и обескровить российскую и османскую империи. Страдания, горы трупов, боль и ломка человеческих судьб – «Вот суть войны», переданная батальными картинами Верещагина. В 1882 году художник писал критику Владимиру Стасову. «Больше батальных картин писать не буду, паста. Я слишком близко принимаю к сердцу то, что пишу. Выплакиваю буквально у горя каждого раненого и убитого. Вскоре он с женой уехал на Ближний Восток, путешествовал по Палестине и Сирии». Здесь художник написал этюды на библейские сюжеты. По палестинским этюдам Мезон Нафите в своей французской мастерской Верещагин создал картины «Стена Соломона», «Святое семейство» и другие. Однако картины Верещагина на библейские темы «Святое семейство» и «Воскресение Христово» оказались настолько реалистичными, что в Европе художник подвергся травле на серо-составное клерикалов. Католические священники указывали на то, что персонажи европейских картин живут обычной жизнью, едят, стирают вещи, мастерят утварь. Один из фанатиков монахов облил картины серной кислотой, два их не погубив. Другой монах готовил на Верещагина покушение. Художнику удалось продать картины лишь в США на аукционе. В Америке он писал портрет президента Теодора Розвельта. Тому картина настолько понравилась, что он заказал Верещагину портреты своей жены и детей. Тем временем в России великого художника-баталисты начали забывать. Тем более, что репродукции его картин не издавались, не было и выставок, хотя в 1890 году Василий Верещагин вернулся на родину. Долгое время художник работал над серией картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. Но и эти полотна были приняты в штыки. Он продал свою роскошную французскую мастерскую и построил себе новую под Москвой. Развелся с первой женой Элизабет Фишер-Риз, женился на Лидии Андреевской. Она была пианисткой на его выставках. Верещагин всегда настаивал на музыкальном аккомпанементе. Как и первая жена, Лидия была моложе мужа в два раза. Несмотря на разницу в возрасте, второй брак Верещагина был счастливым. Он очень любил жену, писал ей чуть ли не ежедневно и с каждой поездки. У них родилось четверо детей и в последние годы жизни художник проводил с ними много времени и много сил уделял их воспитанию. Отныне его новый адрес – Москва, за Серпуховской заставой, деревня Нижние Котлы. Место это было очень глухое и удаленное, но в его выборе сказался весь характер художника. Очень независимому Верещагину крайне не хотелось, чтобы его беспокоили, и он специально выбрал себе глухую окраину. На высоком берегу Москва-реки он возвозил себе хоромы из могучей сибирской лиственницы. Именно здесь, в громадном просторном помещении своей зимней мастерской, где полы были засланы великолепными персидскими и индийскими комрами, а на стенах висело экзотическое холодное огнестрельное оружие, Верещагин трудился над своей знаменитой серией, куда вошло 12 полотен. Почти вся история наполеоновского нашествия, начиная с Бородинского сражения и кончая позорным бегством французов из России, с эпическим размахом была отражена в этом монументальном цикле. Вот Наполеон, скрестив руки, всматривается в незнакомое Бородинское поле, а вот он же в Кремле глядит на плавящую Москву. Французские лошади в Успенском соборе, бородатые партизаны в красивом зимнем лесу. Одни критики обвиняли Верещагина в том, что он выставил французов в неприглядном свете, в то время как другие укоряли его за то, что он идеализирует захватчиков. С этими патриотическими работами Верещагин, бывший сам талантливым организатором, объездил полмира. Петербург, Варшава, Рига, Вильна, Гельсенфорс, Париж, Берлин, Дрезден, Вена, Прага, Будапешт, Копенгарген, Лейпциг, Христиане и позже Америка. В начале 90-х годов XIX века Верещагин посвящает родные места, едет в Вологду и ее окрестности. Летом 1894 года предпринимают с семьей путешествия на барке по Северной Двине, на Белое море и Соловки. Итогом поездки стали более полусотни живописных этюдов и два литературных сочинения, одной из которых иллюстрированная автобиографией нескольких незамечательных русских людей. Это оригинальное создание Верещагина, существующее как было в двух ипостасях – живописном и литературном. Художник сливает воедино создание портрета и беседу с тем, кого он запечатлевает на полотне. Портрет и рассказ-биография портретируемого складываются в неразвыбное целое, словом доказывая возможность синтезирования живописи и литературы. Во время путешествия по Северной Двине Верещагин открывает для себя крестьянское искусство и русское деревянное зодчество, в которых находит глубокую самобытность. Так появляется серия этюдов, изображающих деревянные церкви Севера. Путевые заметки он опубликовал в книге «На Северной Двине по деревянным церквам» в Москве в 1896 году. В России путешествия Верещагина не закончились. В 1901 году он отправился на Филиппины, где создал госпитальную серию по сценам из местной больницы. Затем художник дважды посетил Кубу, потом Америку. В 1903 году Верещагин прибыл в Японию. В Токио, Нико и Киото он провел 4 месяца. Из поездки художник привез несколько живописных этюдов в новой для себя манере, близкой к импрессионизму. Японка, прогулка в лодке, храм в Нико и другие. Все работы Верещагин оформил в авторские рамы, отделанные японской парчой. На следующий год художник снова отправился на Дальний Восток, чтобы плыть в Японию. «Я все еще не уехал, но завтра уезжаю наконец». И с нехорошим чувством, писал художник жене, «так как еду в страну, очень враждебную к нам настроенную». По газетам «Судя» в Японии часто собрания врагов России, требующих войны с нами, считая теперечный момент для открытия военных действий наиболее удобным. «У них все готово для войны, тогда как у нас ничего не готово. Все надо бы навезти из Петербурга». Его предчувствия были не напрасными. Русско-японская война, 1904 год. Верещагин выезжает на фронт. Ему тогда было уже 61 год. Он погиб 31 марта, 13 апреля 1904 года вместе с адмиралом Макаровым при взрыве на мине броненосца Петропавловск на внешнем рейде Порт-Артура. Героическая жизнь Верещагина сделала из него практически легенду. Ему посвящены научные труды, мемуары сына художника, отзыв о нем современников и очерки самого художника. В библиотеке имени Ломоносова есть материалы о нем и альбомы, и книги с его репродукциями. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...